Здравствуйте, меня зовут Елизавета. Тема нашей работы «Механиц формирования модных тенденций в массовой культуре» на материале «Дома Шанель». По теме будет прочитано две лекции. Сегодня у нас лекция номер один «Зарождение моды и технологии формирования модных тенденций в массовой культуре». План нашей работы состоит из введения трех глав «Мода как феномен культуры», «Зарождение моды и сформирование современных модных стилей» и «Процесс формирования модных тенденций в массовой культуре». ряда подглав и заключения. В самом широком смысле моды называют существующие в определенный период времени отношения к внешним формам культуры. Оно может выражаться в стиле жизни, обычаях, определенном поведении, одежде и т.д. Однако, когда мы употребляем слово «мода», мы чаще всего имеем в виду именно одежду. История моды так же стара, как и история костюма. Начиналось все с того, что человек открыл значение одежды как средство защиты от внешней среды, неблагоприятных погодных условий, и только уже через много лет человек начал придавать одежде эстетические и стилизующие функции. Одна из самых популярных ныне фраз «мне нечего надеть» ее произносит практически каждая современная женщина. С давних времен отношения между людьми и гардеробом носили весьма неоднозначный характер. Помимо функций защиты от окружающей среды, как я упоминала ранее, одежда часто играла важную смысловую роль. Например, пещерный человек надевал шкуру убитого зверя в знак своей удачной охоты, и этим он подчеркивал свою доминантность. В различных племенах индейцы наделяли перья особой семантикой, то есть смыслом. В ней можно было получить информацию о статусе и силе всего племени. Не говоря о древних орнаментах на одежде, которые представляли собой особую письменность и знаковую систему. Традиционный орнамент на одежде — это священные, то есть сакральные знаки, наделяющие силой и оберегающие своего владельца. К нашему времени мода стала демократичной как никогда. Однако, тем не менее, каждый сезон появляются новые правила. Они диктуют нам то, как должна выглядеть одежда, чтобы быть и много со временем, чтобы быть, так скажем, в тренде. Но как же рождаются эти правила? Как появляются тенденции в моде? И что появляется первым — правило или сама тенденция? Сегодня мы постараемся ответить на данные вопросы. Первая глава. Мода как феномен культуры. Культура XX века развивалась настолько быстро, что на протяжении жизни одного человека происходили такие значительные изменения, какие ранее не происходили за века. Современные моды — это и искусство, и бизнес, и индустрия. Моду даже называют одним из способов социального манипулирования. Говоря о развитии костюма XX века, на первый план выходят не религиозные верования и художественные стили, как это было ранее, а категории массового, элитарного и социального значения одежды, формирования новых образов женственности и мужественности. И они отвечали бы не только изялам времени, но и ценностям конкретных субкультур. То есть речь идет о развитии моды как именно феномена культуры. В процессе глобализации появилось понятие мировой моды. Развитие текстильной промышленности привело к появлению новых материалов, технологий и презентации феноменов моды. Явление это по-настоящему эволюционировало и приобрело особую массовость. Для понимания моды как культурно-исторического феномена необходимо четко разграничивать понятие мода, костюма и одежда. Одежда это конкретная форма изделия. Костюм это система определенным образом и с конкретной целью подобранных предметов одежды. Мода это отражение духовных идеалов социальной группы в конкретных объектах, которые выражают определенные ценности. То есть если одежда это средство, костюм это способ репрезентации определенного образа, то мода это правило создания этого образа. Теперь обратим внимание на характерные черты, присущие моде. Во-первых, это демонстративность, то есть мода не может существовать без зрителя. Социокультурное значение. Модный костюм это способ авторепрезентации. Он определяет своих и чужих, идентифицирует культуру. Изменчивость. Как писал еще Уильям Шекспир в комедии «Много шума из ничего», фасон изнашивает платье быстрее, чем человек. Далее современность. Мода актуальна здесь и сейчас. Часто говорится об игровом характере моды. Ей присуще такое качество, как состязательность. То есть желание быть самым модным, самым востребованным и так далее. Также необходимо обратить внимание на такую важную черту, как идею подражания. Копирование модных образов, о которой мы поговорим чуть позже. В моде высоко ценится все то, что создает барьер недоступности. Для мода характерны стремления к экспансии, захвату все новых и новых слоев, групп и территорий. Но чем больше людей ее принимает, тем быстрее начинается ее смена. Мода — это процесс, постепенно создающий массовое поведение. Чем ближе различные социальные слои друг к другу, тем быстрее происходит подражание. Понятие «мода» в современном мире можно рассматривать в нескольких контекстах. Во-первых, это индустрия мода. В ней существуют три модных цикла — короткий, средний и длинный. Есть разделение на французские слова от кутюр и клето-порте. Во-вторых, это часть искусства. Важную роль здесь играет как эстетика конкретного модельера, его поток мыслей, вдохновения, так и представление об идеале всей эпохи. В-третьих, не будем забывать, что мода — это социальное явление. Она позволяет нам иметь внешний вид в соответствии с нашим желаемым или реальным социальным статусом, также нашей религиозной, национальной принадлежностью и так далее. Сегодня мода — явление глобальное. Она распространяется через актуализацию модных стандартов. Если модный стандарт — это разновидность культурных образцов, то есть способов или правил поведения, то модные объекты — это конкретные вещи, в которых модные стандарты находят свое воплощение — это идеи, образы или вещи. Модные циклы — это вторая сторона изменчивости моды, которые многие ученые пытаются выявить их типологию и определить длительность. Носителями модных тенденций исторически была элита, то есть правители и культурные герои. Сегодня существует множество субкультур, в каждой из которых есть свои нормы и идеалы, находящие воплощение во внешнем виде. Поговорим о функциях, которые выполняет мода. Начнем с того, что мода представляется нам как средство коммуникации, и это отражается на ее культурных функциях. Например, она идентифицирует вещи по типу свои и чужие, выполняет ценностно-ориентировочную роль. То есть модный костюм наглядно демонстрирует, что сегодня считается хорошим, а что плохим. Эстетическая функция мода довольно массивная. Мода — это искусство. Крупнейшие музеи мира устраивают выставки работ художников-модельеров. Модный костюм — это отражение статических идеалов эпохи или конкретного человека. Практическая функция выражается в том, что, например, перебретая костюм, мы хотим, чтобы нам было комфортно. Сегодня производители модной одежды большое внимание уделяют разработке новых эргономичных тканей. Кроме социокультурных функций, при изучении мода необходимо учитывать и стилевые, конструктивные, технологические характеристики костюма, аксессуаров, также визуальной стилистики, которые необходимы для создания определенного модного образа. Революционные изменения в сфере промышленного производства, открытие новых технологий, разработки в области текстиля, создание новых видов и типов тканей являются прямыми предпосылками в развитии одежды и сопутствующей ей товаров. Зарождение модной и современных модных стилей от одежды к моде. История мода или история возникновения одежды – подобное зеркало, в котором отразилась вся история цивилизации. Каждая культура в процессе своего развития внесла свой вклад в историю моды и содержание понятия мода. Слово «мода» произошло от латинского слова «modus», означающего правило, предписание, вид, мера, образ или способ. История моды берет свое начало в древних цивилизациях, но само понятие «мода», вероятно, сформировалось в Западной Европе произвольно, так как именно там начали появляться новые виды тканей, пасоны различной одежды и различные ее названия. Как глобальное явление, мода начала формироваться во Франции в XVII веке при дворе французских королей. Одежда же появилась еще на самых ранних этапах человеческого развития, и это стало понятно в связи с археологическими раскопками. Люди использовали растения, солому, шкуры животных и т.д. Также существовали и головные уборы, для изготовления которых люди использовали высушенные крупные плоды, скорлупуицы и даже панцири животных. Первая примитивная одежда. Еще в эпоху верхнего палеолита, 40 тысяч лет назад, впервые стали появляться вещи, сшитые людьми. Использовались костные иглы для производства самых примитивных типов одежды, это повязки, накидки, материалы скрепляли нитями из жил животных или растительных волокон. Один из примеров получения такой информации – экспедиция в 1964 году советским археологом Отто Николаевич Бадер на Сунгирь. Сунгирь – это верхняя палеолитическая стоянка первобытного человека, который находится на территории Владимирской области. На сей день Сунгирь – одна из самых богатых и исследованных стоянок древнего человека. Находится рядом с Боголюбово. В ходе раскопок, которые велись почти 30 лет, было сделано около 70 тысяч археологических находок. Там нашли останки мужчины и двух подростков. Удалось реконструировать их одеяние. Было обнаружено подобие рубахи из выделанной шкуры, а также длинные кожаные бручины, сшитые воедино. Одежда была обита, обшита элементами из костей животных и фрагментов гимней мамонта. Также в могилах были найдены множество браслетов из кости мамонта. Еще до н.э. во времена расцвета древних цивилизаций начали закладываться предпосылки для возникновения моды, хотя такого понятия тогда еще в принципе не существовало. Одежда жителей древних государств становилась более разнообразной. Люди научились обрабатывать кожей мех, производить различные ткани, создавать красители для ткани, блессировать ткань, сделать различные украшения и т.д. В разных государствах появлялись новые виды одежды, а войны и торговля способствовали проникновению элементов традиций одних народов, культуры других народов, т.е. происходили диффузии. Античная одежда, как античное жилище, была открытой, что в какой-то мере объясняется мягкостью средиземноморского климата, но не в меньшей степени общими этическими и эстетическими принципами эпохи и прежде всего принципом восхищения красоты человеческого тела. Античная одежда состояла из двух элементов – рубашки и плаща, которые, как правило, обертывались вокруг тела и закреплялись застежкой или изредка сшивались на плечах. Средневековая одежда. Костюм средневековья составляли льняная рубашка, это комиза или шенс, штаны, верхняя рубаха, плащ и мягкая обувь. Женская одежда отличалась от мужской лишь некоторыми модификациями. Короткие штаны, так называемые бре, первоначально были простым полотнищем, которое обертывалось вокруг бедер и закреплялось у пояса. Плащ был простым прямоугольным куском материи, который застегивался фибулой, то есть застежкой, на правой плече или на груди. В X-XI столетиях он был короткий, едва покрывал верхнюю часть тела. Изредка плащи шили вместе с капюшоном. Женщины закутывали голову и плечи накидкой, а зимой поверх надевали меховую одежду. Обычно это грубо выделанные овчиной тулупы. Перчатки и рукавицы появились в связи с нуждами крестьянского быта, это прополк или жатва, но постепенно они сделались предметом роскоши и обросли символическими значениями. Например, войти в церковь в перчатках считалось непристойным, а пожать руку приятелям, не снимая перчатки, считалось оскорбительным. Средневековые ткани производились из животной шерсти, преимущественно из овцы, из растительного волокна, преимущественно из льна. Позднее стали делать шелковые и хлопчатобумажные материи. Аристократизм моды XII века особенно резко обозначился в женском костюме. Шенсы Блио, то есть нижняя и верхняя рубашка, не спадали до пят, оставляя открытыми лишь острые концы мягких туфелей с цветной кожей. Блио обтягивало торс и, начиная от бедер к низу, была сшита из другого куска материи и оставляла, по сути дела, зародыш юбки. Рукава узкие сверху, начиная от локтя, стремительно расширялись. Аристократическая мода сменяется на рубеже XII-XIII веков новым типом костюма. Парча, то есть тяжелая ткань из шелка, сохранялась лишь для самых торжественных случаев в быту бывшей знати. Бархат внедряется в придворный обиход лишь с XIV века. Зажиточный горожанин, как и рыцарь, облачается в сукно, отороченное мехом. Костюм XIII столетия отличается скульптурной простотой тяжелых одеяний, из шерстяного сукна. Одежда как показатель социального статуса. Платье не только горело и украшало человека средневековья, но и показало его место на социальной лестнице. Отсюда стремление выразить себя через костюм, показать себя, не считая затратами. Богатые горожане старались не отстать в своей роскоши от сеньоров, а феодальная знать с конца XIII века почувствовала опасность этого соперничества и пыталась отгородить привилегии своего сословия. Так, французский король Филипп Красивый в 1294 году запретил горожанам носить горностай, белку и некоторые сорта меха, также украшать платье золотом и драгоценными камнями. Костюм – это один из важнейших символов социального статуса на протяжении всего Средневековья. Он определял принадлежность человека не только к классу или сословию, но и к социальной группе. Лишение права облачаться в костюм, соответствующий статусу, даже в позднем Средневековье рассматривалось как тяжелое и грубое нарушение и наказание. Мода эпохи Средневековья В XV веке начинают появляться первые виды конструирования одежды, технологии изготовления становятся все более тяжелыми и сложными. В Западной Европе зарождаются основы кроя, они повлияли на изменение формы фасона женской одежды. В начале XVII века на европейские тенденции влияет мода Испании, которая в это время находилась на пике своего экономического и политического могущества. И, соответственно, многие элементы испанской одежды становятся повсеместно популярны. В период Ренессанса в Италии появляется первое руководство о том, как нужно правильно одеваться и гримироваться, то есть как наилучшим образом соответствовать современным модным течениям. Исторический Ренессанс – это переходная эпоха, но по культурному значению он явился вершиной, относительно которой впоследствии определялись ценности любого художественного явления. Костюмы вертикальные, заостренные формы готического стиля, вытесняются горизонтальными линиями и преобладают пышные драпировки. На смену свисающим рукавам, длинным шлейфом, затянутым талием, длинным остроносым башмакам и глубоким остроконечным вырезом в платье приходят одежды, повторяющие человеческие пропорции. В Италии женщины носили одновременно два платья, и оба они были из дорогих тканей. Нижнее платье глупое с длинным узким рукавом, верхнее распашное семара или гамура, так называемый, часто без рукавов являлось своеобразным плащом. Однако универсальных стилевых тенденций как таковых все еще не было. В Европе они начали устанавливаться в середине XVII века, а национальные особенности уже отходили на второй план. Возникновение современной моды. Возникновение современной моды стало возможным благодаря системе моды, начавшей развиваться во Франции во времена правления короля Людовика XIV. В середине XVII века доминантным стало явление французской моды в Европе, и в этот период Франция находилась в расцвете своего политического могущества, она была центром европейской культурной жизни, и французский королевский двор диктовал моду почти всей Европе. В этой стране мода являлась важным компонентом культурной политики. Благодаря королю Людовику XIV Франция активно развивала индустрию роскоши. Вольтер писал о Людовике следующее. Время, предающее зрелость мнениям людей, наложило печать на его репутацию. Вопреки всему тому, что писали против него, его имя не произносят без уважения, вне связи с вечным памятным веком. В Рюдовике XIV Франция своей историей жизни была уже подготовлена занять первое место в Европе. Вольтер, политические успехи, развитие промышленности, расцвет литературы, связанной с именами Расина, Мольера и других, богатое развитие литературного языка. Все это приходится на XVII век и является отражением творческого расцвета Франции. Для Франции наступила эпоха славы. Блеск и великолепие настигли свои вершины, а, собственно, король Людовик получил прозвище «король солнца». В первой половине правления одежда молодого короля и его окружения придворных и знатных лиц Франции, а по их примеру костюмы и платья элиты во всех странах Европы были перегружены деталями. Это символика роскоши или театральный пафос. Обратите внимание на бесчисленные кружева, бесконечные ленты, розетки, длинные кудри, рассыпающиеся на плечах. Широкую форму брюк с бухами, напоминающие женские лупки, роскошно убранные рубашки, выступающие из-под короткой жилетки. Все напоминает буйную, веселую, самоуверенную молодость. Парики производились из настоящих волос, из лошадины или овечьей шерсти, и тогда они ценились на вес золота. Образ придворной дамы Людовика XIV не был образом веселой, беззаботной девушки, а более такой величавой, массивной матроны, застывшей в церемониальном поклоне. Когда речь заходит о французских монархах, сразу появляются ассоциации с поистине роскошным местом Версалем. Сегодня этот дворец стал символом богатства и красоты, а когда-то он был обыкновенным охотничьим домиком. История Версали неразрывно связана с жизнью Людовика XIV. Для перестройки Версали Людовик пригласил лучших архитекторов и мастеров садово-паркового искусства. Некоторые из них уже имели опыт создания поистине роскошных резиденций. В 1717 году Версаль посетил Петр I. И он был настолько удивлен и потрясен увиденным блистательной роскошью и красотой, что по возвращению в Россию он вплотную начал заниматься совершенствованием Петергофа. У Версали есть одна интересная особенность. Его парк предназначался не только для членов королевской семьи, но и для всех желающих прогуляться и полюбоваться красотой. Правда, для этого требовалась хорошая одежда. Если же у посетителей Версали ее не было, он мог взять наряд в аренду на входе в парк. Благодаря такому дресс-коду каждый, кто гулял по садам, выглядел элегантно и опрятно. Людовик XIV стремился, чтобы Версальский дворец отражал безграничность его власти и богатство всей Франции. Материалы для строительства доставляли со всей страны, а сам Версаль до сих пор поражает великолепием. Молодой король давал баллы за баллами, за баллы за баллами, и вместе с ним его двор стал настоящим трансцентром европейской моды. Мода стала важнейшей составляющей официальной и повседневной жизни европейской элиты. Несмотря на войны и политическую нестабильность в стране Франции, удалось сохранить имя законодательницы моды, а Париж стал центром мировой моды. Людовик XIV принадлежит к числу королей-долгожителей. Его личное правление продолжалось 54 года и вошло в аналог истории как Золотой век, а сам он как король солнца. Первые модные дома На протяжении многих веков фасоны активно менялись и усложнялись. В середине XIX века в модной индустрии стали происходить изменения, которые приближались к современности. Например, элементы мужской одежды активно проникали в женские гардеробы, зарождался феномен упрощенных форм одежды. Родоначальником такого понятия, как высокая мода, считается французский модельер английского происхождения, Чарльз Фредерик Ворд, основатель дома моды House of Word. В 1868 году Вордом был создан синдикат высокой моды. Это парижская организация, обвиняющая модные дома, которые существуют до сих пор. Реформатором моды, создателем нового образа жизни и стиля, который царил в Европе и Америке до начала 20-го до 20-го века, является французский модельер Поль Пуаре. Таким образом, к началу 20-го века, в эпоху формирования массовой культуры, в модной индустрии законодателями моды стали выдающиеся кутюрье, а до этого моду диктовали короли и аристократы. Кутюрье изменили вектор модных процессов. К ним можно отнести и Коко, Шанель, Эльзу, Скипорелли, Жану Лану и т.д. Процесс формирования модных тенденций в массовой культуре – анализ процессов цикличности моды. Основной характеристикой моды является ее изменчивый характер. Смена идеалов и ориентиров сопровождается, как правило, обращением к забытым образом из прошлого. Образы перерабатываются, обретают новый смысл, становятся модными новшествами. Модные инновации возможны в области технологических революций и новых материалов, но для решения новых образов всегда можно найти ответы и вдохновение в прошлом. В 70-х годах возникли новые свежие формы и цвета и стали разрабатываться синтетические материалы, применяемые к образам в стиле диска. Долгое время возвращение стиля 80-х казалось невозможным. Он характеризовался силуэтом широких плеч, блюк бананов, образ считался нелепым и признаком дурного вкуса. Однако спустя 20 лет стиль 80-х считался актуальным как на подиумах, так и на улицах. Подобные возвращения, реплики заставляют исследователи моды делать все новые попытки объяснить уже свершившиеся модные изменения и предсказать дальнейшие этапы развития моды. Вопрос в том, когда и почему возвращается интерес к определенным эпохам, в то время как другие остаются в забвении. Отечественный теоретик моды Гоффман в работе «Моды и люди. Новая теория моды и модного поведения 1994 года» отмечает ряд проблем в изучении циклов моды. Он говорит о сложности самого предмета, который мы изучаем, что его временные границы слишком сильно размыты и часто даже меняются. Также он рассматривает явления полисемии, то есть модные циклы имеют множество смыслов и различных значений. Автор отмечает два вида этих циклов. Первый тип модных циклов связан с характером распространения модных образов, то есть тем, как они сменяют друг друга. А в основе второго типа наоборот, заложен неизменный модный стандарт и изменения фиксируются лишь в степени их популярности. В зарубежной литературе исследователи разделяют эти два вида циклов по протяженности. То есть это долговременные, растянутые на годы и века, показывающие эволюцию стилей, и кратковременный цикл, совпадающий с циклом жизнедеятельности самого продукта. Таким образом, можно сделать следующие выводы. Цикличность может быть рассмотрена, исходя из различных параметров. Оценки подлежат как конкретные элементы, то есть это отделка или детали костюма, так и более общие понятия силуэт или образ. Важным аспектом формирования модных циклов являются ценностные установки идеалу каждого поколения, влияющие на восприятие стилей прошлого. Выявление подобных взаимосвязей открывает широкие возможности для прогнозирования будущих изменений в области моды. Идея подражания. Одной из первых работ, объясняющих механизм формирования модных изменений, то есть тенденций, является концепция просачивания, которую сформулировал немецкий философ и социолог Георг Зиммель в 1904 году. Согласно его теории, мод распространяется вертикально, от элиты, общества к низшим слоям. Суть заключается в том, что низшие классы пытаются приблизиться к высшим и приблигают к копированию их стилей, их образов и даже их внешности. Элита всегда пыталась сохранить свой статус, поэтому она выстраивает свою дистанцию и пытается отделить себя от подражателей. Для реализации социальной дистанции устанавливаются свежие модные образы и характер первого поведения. Данный процесс является одной из причин бесконечных модных изменений. Теория Зиммеля, конечно, подверглась критике, так как социальная структура со временем становилась более подвижной и классы уже не имеют таких четких границ. С течением времени растет большое количество промышленностей и массовое производство меняет ситуацию с развитием модных изменений. Кроме того, в XX веке сформировалась индустрия моды, глобальное производство товаров массового потребления, и вследствие чего скорость смены модных тенденций невероятно возросла, а социальные границы и в общем стерлись. В 1963 году американский маркетолог Чарльз Джинг на основе собственных маркетинговых исследований предлагает новую концепцию, которая называется теория массового рынка. Согласно ней, мод распространяется горизонтально, то есть одновременно во всех социальных группах, причем в каждой имеются свои лидеры и свои последователи, а потребители формируют собственный образ. В 70-х годах в молодежной среде активно зарождается уличная мода и стиль хиппи. Этот процесс сильно повлиял на высокую моду и производство одежды, что заставило и исследователей пересмотреть механизмы модных тенденций. В 1970 году американский исследователь Джордж Филд выдвигает гипотезу об обратном способе распространения модных изменений. Согласно ней, нынешние социальные элиты имитируют стили, зарождающиеся снизу, в низших слоях. В современной ситуации все три теории характеризуют различные аспекты процесса функционирования моды и находят подтверждение в конкретных примерах. В частности, подражание культовым, медийным персонам, подражание знакомых из своего социального класса и заимствование из молодежной уличной моды. Выводы В качестве заключения стоит сказать, что мода является одним из важнейших социокультурных феноменов, существующих в обществе и играющих значимую экономическую, культурную, социальную и даже политическую роль. Развитие моды, как и развитие истории, идет по спирали. Мы подчеркиваем, что каждый виток этой спирали обогащает ее чем-то новым. То есть свежие идеи, формы, усовершенствованные материалы также формируют новое отношение к одежде. Однако уже существующий накопленный опыт также вносит свою особую значимость в историю моды, а также в историю костюма. Именно поэтому можно говорить о стилевых прототипах истории и костюма. Прототипы в данном случае это не только предыдущие стили одежды, это и особые культурные формы, символические особенности, которые характерны для той или иной исторической эпохи. Создавая новые тенденции, модельеры зачастую обращаются концепция в костюмах прошлых эпох, выделяя и заимствовая в них отдельные конкретные детали или общие черты. Стиль в моде – это такая комбинация выразительных средств, используемая для обозначения принадлежности группе носителя определенных ценностей. Как элемент индивидуальной или групповой культуры, он представляет собой особое послание к обществу, то есть несомненно является текстом культуры. Мы рассмотрели процессы цикличности модных тенденций. Ориентация на моду в целом позволяет не просто учитывать моду, но воздействовать на нее, управлять ее, упираясь на реальные и существующие циклические механизмы изменений моды. Мода – это такая же часть культуры, как музыка и живопись. Культура подвержена цикличности – все новое, хорошо забытое, старое. Но это не значит, что тренд возвращается неизменным. Любой феномен подстраивается и отражает современную культуру и общество. Как сказала Coco Chanel, мода не просто вопрос одежды. Мода видает в воздухе, ее приносит ветер. Каждый предчувствует ее, дышит ею, она и в небе, и на дороге. Сегодня была прочитана лекция номер один. Спасибо за внимание.